Сегодня все больше и больше многие теологические школы закрываются. И знаете, в чем заключается причина этой тенденции? Проблема теологии есть проблема школ теологических. Однако многие теологи, они не верят в Библию. Многие теологи говорят о том, что Библия передавалась из уст в уст. Поэтому современная Библия это придуманная книга. Разную-разную чепуху они говорят. А в Корее, знаете, есть даже такая поговорка. На первом курсе теологической школы ты пастор. На втором курсе ты становишься евангелистом. В третьем курсе ты становишься просто прихожанином. А в четвертом ты становишься атриста. Потому что чем ты больше учишься, то ты начинаешь чувствовать, что это слово не дает тебе силы. Один мой знакомый, он учился в теологическом университете и должен был закончить. Однако в конце, за то, что он сказал, что Иисус родился от Девы Марии, ему не дали зачет. Иисус Христос родился от Девы. Это было спланировано Господом Богом, потому что в Исаии написано, «Сей Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Однако, то возможно, они признают, они возможны, они говорят, что это неправильно перевели, поэтому получается, у самих изучающих Библию нет веры в Библию, поэтому они даже не стремятся найти в Господа Бога, который спрятан в Библии. Когда я читал Бытие, знаете, что я смог найти в Бытие в первой главе, в первом стихе? «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Земля же была безвидна и пуста, и тема над бездною, и Дух Божий носился над водою». Это слово. Представляете, «Земля же была безвидна и пуста, и тема над бездною». А в конце второй стихе написано, «И Дух Божий носился над водою». Затем пришел Бог и сказал, «Да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и сделал Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, от тьмы ночью, и был вечер, и было утро, день один». Господь Бог эту землю, которая находилась в безвидности, в пустоте, Бог сказал, «Да будет свет, и тема ушла, когда пришел свет». Верно? Когда сказал, «Да будет свет, был свет». Если по-другому это трактовать, и сказал Бог, «Да будет свет, и тема ушла». Земля, которая была безвидна, пустота, Бог прогнал его и заполняет эту пустоту. Животные появились, деревья появились, растения появились, и становятся все лучше и лучше. Другими словами, земля была безвидна, пуста, и тема над бездною. В таком состоянии, если эта земля находится без Господа Бога, то земля не сможет преодолеть безвидность, пустоту. Однако, если будет Бог, неважно, в каком состоянии находится, неважно, кто этот человек, неважно, какой у него характер, Господь Бог побеждает. Поэтому, мы славим Господа Бога и мы можем благодарить. Человек, у которого в сердце есть Господь Бог и человек, у которого нет Господа Бога в сердце, они будут отличаться, как небо и земля. Будучи пастором, знаете, я испытывал очень многие трудности, но интересно, я думаю, почему же Бог допускает такие трудности в моей жизни? Почему ты все это допустил? Почему такие трудности есть у меня, а у других людей нет? Почему же у меня есть такие сильные гонения, Господи? Что интересно, сто процентов пришла проблема и ты думаешь, все, мое служение закончилось, все, конец мой пришел наконец. Однако, каждый раз я видел, как Господь Бог помогает мне. Мне, у которого не было совсем веры в Господа Бога, Бог начал давать мне веру. Когда мы были в Кимчоне, у нас не было дома, и поэтому мы должны были переехать я искренне молился Богу. Но однажды я молился, и Бог дает такую душу, не надо просто молиться, а попробуй выйти и искать место, куда ты хочешь переехать. И рядом с нашим домом мы нашли место, очень хорошее дом из два этажа состоит, и смотрю, у нас не было здесь 10 долларов, а этот дом стоит 200 долларов за аренду. Я молился перед Богом, и где-то 2 месяца прошло, и я молюсь, Бог мне дает такую душу, как тебе тот дом, который ты недавно видел? Да, Господи, да, очень хороший дом, однако мне кажется, что этот дом уже сдали. Бог мне дал такую душу сходить, да, я пошел, и там до сих пор написано, что дом сдается. Я был очень благодарен. Захожу в дом, а там есть только дети. Да, я спрашиваю, где ваши родители? Говорят, что они на работу ушли. Я сказал, сегодня вечером я хочу прийти к ним, да, чтобы арендовать этот дом. И в моей душе появилась уверенность, что Бог даст этот дом, хотя денег совсем нет. Вечером я пришел к ним в моем сердце. Да, я молился перед Господом Богом, а Бог сказал, дал такую душу, чтобы я искал дом, я искал, и действительно осталось мало времени, но когда я постучался, то этот дом, который должны были сдать, но он остался свободным. И тогда у меня появилась вера, что Бог даст этот дом мне. Я встретился с хозяином вечером, я сел, я сказал, я человек Божий, я пришел в этот дом, в этот город, чтобы передавать Евангелие. Однако, один из жителей этого города, он причинил мне вред, я заложил в дом 200 долларов, однако хозяин этого дома играл в азартные игры, и, проиграв в дом, убежал, а дом перешел в банк. И мне некуда было переехать, поэтому я явился перед Богом. И Господь Бог мне дал такую душу, что Господь Бог даст этот дом мне, однако у меня сейчас нет ни копейки в кармане, но, пожалуйста, дайте мне этот дом. на самом деле я говорю сумасшедшие вещи. Хозяин закрыл глаза и долго-долго размышлял про себя. Потом знаете, что он сказал? Я являюсь пресвиктором церкви Тиса, которая находится в центре города. Господь Бог дал мне такой хороший дом в центре города у большой дороги. Если человек Божий хочет использовать, как я могу умешать ему? Поэтому используйте. На самом деле, кто бы ни смотрел на эту ситуацию, то быть такого не может. Однако Господь Бог, Он действительно жил в моей жизни. Я видел, как Он действует. Йоанн. 66 книг Библии это Слово Господа Бога. Господь Бог ни в коем случае не обманывает. Тебя ужалил Скорпион, и чтобы победить дядь Скорпиона, тебе нужна новая сила. в Исаии 44 главе знаешь, что написано? Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Господь Бог ни в коем случае не будет обманывать нам. Йоанн, надейся на Господа. Господь Бог даст тебе новую силу. И ты сможешь победить дядь Скорпиона, и ты сможешь выжить. 15 минут я общался с Йоанном. к моему удивлению, Йоанн, он в своем сердце поверил это слово. Теперь нам ничего не нужно делать. Йоанн, давай, выздоравливай. Кладу трубку, я сказал. И через несколько дней Йоанн выжил. Чудо произошло. Сейчас в Лос-Аншелесе он усердно служит Евангелию. Я не знаю, как другие на это посмотрят. Однако ветки Новый Завет знаете, на греческом, на еврите. Раньше в молодости, когда я начинал служение, я изучал греческий язык. Очень активно изучал греческий язык. Правда, сейчас уже все забыл. Но я многое не знаю. Однако, когда я открываю Корейскую Библию, на самом деле, Корейская Библия, кто-то говорит, что перевод Ким Джеймс хороший. Но я скажу, корейский перевод, он намного лучше, чем перевод Ким Джеймса. Почему? Потому что язык, оно выходит от культуры. Есть восточная культура, которая основана на психологическом, а есть западная культура, которая обоснована на материальном. И поскольку западная культура, она лучше описывает материальный вид, там есть очень хорошие слова, описывающие материальный вид. А восточная культура описывает психологические вещи, духовные вещи, и поэтому там есть очень хорошие слова. Например, когда человек умирает, на английском есть «умер», однако в корейском языке есть очень много слов, выражающих смерть. например, «отец умер». Сказать «умер» как-то странно, потому что ты же так уважал отца, и не могут сказать, говорится, что «отец умер», а говорят «вознесся», или «пришел на зов Господа Бога», или «почил». Есть разные такие слова. А когда собака умирает, говорят, «умер», однако когда умирает ценный человек, то невозможно использовать такие же слова, которые используют при выражении смерти собаки, поэтому начинают подбирать другой язык, другие слова, а в английском языке нет. В Корее говорят, есть более 20 слов, выражающие значение смерти. «умер», «вернулся», «почил», «ушел в иной мир», «угаснул», и так далее, и так далее. А если плохое есть выражение, положил ложку, или сдох, и так далее, и так далее. Есть много-много слов, выражающих смерть. Когда я поехал в Америку, я проповедовал, знаете, я сказал, корейцы, они очень такие дружелюбные, да, переводчик, потом я узнал. вообще точного слова, которое мог бы перевести корейская дружба, нету. Нет таких просто слов в английском языке. Конечно, я не знаю все Библии на разных языках, однако корейская Библия и также еврейский язык, там именно культура обоснована на психологических вещах, поэтому корейский язык хорошо выражает именно тот мир, который привычен для евреев, а в английской Библии же намного больше слов. Знаете, почему в английской Библии больше слов? Потому что английский язык не способен выражать восточную культуру полностью. Моя супруга использует такой соленоватый вкус, намного глубже это значение, а в английском языке нет такого слова, да? Так вот, корейская Библия, она такая вот глубокая и исцеледная. Историю об блудном сыне, если прочитать, на английском языке эта история такая неинтересная, да? В корейской Библии же, да слава Богу, я кореец, поэтому я прочитал Библию на корейском языке, поэтому, да, слава Богу, я могу понимать те глубокие вещи, которые есть в Библии. В английской Библии же, к сожалению, так не получается. Ну, не получается просто. Если посмотреть историю о блудном сыне, там рассказывается о внутреннем мире его души, да? когда блудный сын был гордым, когда он гулял с блудницами, очень хорошо описано состояние его внутреннее, когда он вернулся к отцу, какое было сердце у отца, очень хорошо описано, что важно. Вот книга, которая называется «Бытие». Недавно один пресвитер купил в нашей церкви машину, и он купил машину Genesis. Я спросил, почему именно эту машину купили? Он говорит, мне нравится название машины, а «Бытие» по-английски называют Genesis. И действительно, да, что он ездит на «Бытие», получается, да? И говорит, мне нравится название машины, и каждый день живо в «Бытие», так говорит, да, в «Дженесисе». Выражение оно такое. блюдо, которое приголовила моя супруга, оно соленоватое. Когда я возвращаюсь за границу, да, в Корею, в аэропорту, то есть в самолете, да, хотят меня накормить. Например, когда я вылетаю из Америки, вечером я поужинал в Америке и в самолете также один раз дают, я его пойму, а второй перед посадкой мне дают, но я скажу, что я говорю, я не хочу есть, я хочу вместе с семьей поесть. Да, обязательно завтракаю вместе с семьей, с супругой. Конечно, жалко, что я не ем то, что дают в самолете, но все равно не ем. На самом деле, моя супруга, она выросла в Сеуле, а я в провинции Киунг-Санг, поэтому ее кухня не подходила мне. Знаете, в провинции Киунг-Санг, поскольку вместо ингредиентов использовались соль, и поэтому в провинции Киунг-Санг едят очень солетную еду, и поэтому в первое время, когда моя супруга готовила для меня еду, она не подходила мне. Но я посчитал, знаете, я уже с моей супругой прожил 48 лет. В России, когда я говорю об этом, люди спрашивают, как можно с одной женщиной прожить 48 лет? Но 48 лет я жил с ней, я сказал, да. Когда мы погружаемся в Библию, знаете, что можно в Библии обнаружить? есть Исаф, есть Яков, которые хотят получить благословение. Однако Исаак любил Исава, а Ревека любила Якова. Если мы посмотрели в Библию, как там написано, Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. А Ревека любила Якова, однако там не написано условий, за что она любила. Поэтому Библия очень интересная. Оба сына хотели получить благословение у отца, однако это история, которая есть в Библии. Когда мы читаем Библию, Библия очень интересная. Мне кажется, те вещи, которые там заложены, они вместятся в грузовик. В этой истории мы можем найти то, что Господь Бог спрятал, чтобы передать нам. Если тогда мы смотрим с этой точки зрения, что же нам Бог хочет сказать через Библию? Исаф хорошо охотился, поэтому отец любил и сказал однажды, Исаф, да, отец, я уже состарился и не знаю, когда я умру. Ты же возьми орудия твои, колчан твой, лук твой, поиди в поле и налови мне дичь и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Вот так вот объясняется. И поэтому Исаф взял оружие, пошел на поле. На самом деле охота это непростое дело. Почему? Например, когда ты видишь олень, стреляя с лука, нужно попасть ровно жизненно важные органы. Если ты попадешь в таз, тогда олень будет бежать дальше. если ты попал в таз, ты должен бежать, чтобы животное устало, ты должен догнать, потом еще раз выстрелить. Как минимум, он может бежать со скоростью долго и потом весит до 150-200 килограммов. И ты же не можешь использовать вертолет в те годы. Нужно будет самому нести на спине потом или может часть какое-то тело принести. Но это же непросто. Потом нужно десятки километров пройти пешком, весь путь лица и Исав принес отцу кушанье. Однако в этой истории как же поступил Яков? Мать Ревека сказала Яков, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, присе мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним. И потом говорит Ревека, теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прихожу тебе, пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. Так говорит Ревека. Мать была на стороне Якова, а отец был на стороне Исава. Тогда что говорит Яков? Исав, брат мой, человек косматы, а я человек гладкий. Да? То есть да, он такой косматы, да, весь в волосцах. Знаете, у меня, да, нет бороды, и Бог специально, чтобы я экономил бритву, да, сделал, чтобы у меня мало было сов, да, когда я вижу людей с бородой, кажется, такие красивые, да, и как-то хочется потрогать, да, наверное, это из-за того, что у меня нет бороды. Иногда, когда я вижу бородатых людей, я спрошу, можно потрогать, да, и говорю, что у вас такая красивая борода. Однако, Исаф, да, он был весь косматый, то есть почти как животный, да, и что говорит Яков? Исаф, брат мой, человек косматый, а я гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщика и наведу на себя проклятие о неблагословении. Но интересно, следующий стих очень удивительный. Как мама отвечает? На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне. В этом Писании роль Ревеки это подобно роли Иисуса Христа. Почему? В этом космосе то проклятие, которое мы должны были получить, Иисус Христос взял, и только Он мог взять. И Ревека символизирует Иисуса Христа. Так можно понимать это Писание. Что получается? Исаф своими усилиями охотится, весь потелится. А Яков, он даже не умеет охотиться. Он проводил время только дома. Исаф, он охотится, приносит эту дичь. Представляете, чтобы подняться на гуру, где нужно два часа, потом нужно разделать, приготовить. Несколько часов понадобится. А за это время что Яков сделал? Просто принес два козленка, мама же приготовила раз-два. Наверное, да, вот как у говядины есть разные части тела, да, то же самое, самая вкусная часть отделила. Знаете, тот, кто лучше всех готовит для мужа, это жена. Я с этим мнением полностью согласен. Сначала моя жена плохо готовила, однако, живя почти 50 лет с моей супругой, моя супруга, она знает, что мне нравится. И то, что моя жена готовит, она очень мне подходит. Например, знаете, когда я нахожусь за границей, да, и за границей меня кормят. Вы, конечно, простите, да? Да, в Америке мне тоже дают корейскую еду, потому что по всему миру живут корейцы. Однако, корейская еда, которую готовят в Америке и корейская еда, которую готовят в Корее, это другая. Закуска, которую готовят в Америке, например, там тоже готовят кимчи или пасту. Однако, это не оригинал. И наш язык, да, различает эту разницу в вкусе. В самолете, да, когда говорят, кушайте, угощайтесь, я говорю, нет, спасибо, не надо. Тогда спрашивают, вы разве не голодны? Я говорю, все хорошо, я дома хочу с семьей поесть, да, стюардессы хотят накормить меня, но я отказываюсь. Прихожу домой, да, соевый суп, который моя жена приготовила. Иногда, мне кажется, и в церкви, да, немножко приносят нам еду. Когда я ем это, так вкусно. Очень вкусно. И в отличие от других людей, я немножко ем, да, соленое. А в некоторых церквях, да, как есть люди, которые считают, что нельзя есть соленое, да, есть люди, которые считают, что можно есть соленое. И те, жены служителей, которые слышали о том, что нельзя есть соленое, они почти, да, враждуют солью. И поэтому их еда почти пресная. Но я же не могу сказать, да, чтобы соль добавили. Да, конечно, поскольку они враждуют солью, соль не приносят. Да, они всем сердцем готовили, я не спорю. Но из-за этого я дружу с моей супругой. Потому что она очень хорошо готовит для меня. Извините, что я слишком много лишнего сказал, но для чего я это вам рассказываю? Тот, кто может удовлетворить Исаака, это Ревека. Понимаете? А второе, если трактовать в Писании, тот, кто может удовлетворить Господа Бога, это Иисус, только Он. Бог рисует сейчас Исаака. Что нам Библия хочет сказать? Исаак, он всем сердцем, всем усилием, всеми технологиями, да, охота не простое дело, но он всем сердцем трудился, да, но получил проклятие, в конце концов. Яков же, он ничего не сделал, да, просто, казино, подойди, 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 да, однако мама же все сделала для него. Некоторые люди говорят, да, когда я говорю об этом, о том, что пастор Уксупа говорит, что Ревика – это Иисус. Я говорю, что Ревика – не Иисус, но образ Иисуса Христа, тот, кто может удовлетворить полностью Отца. Иисус. Яков, он ничего своего не принес. Он принес то, что мама сделала, потому что мама знает, что нравится Отцу, а Иисус же, он свои усилия, своим трудом, да, пришел к Отцу. Кремляна, в 4 главе написано, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Так написано. Другими словами, если мы что-то сделали и принесли Господу Богу, это не милость. Понимаете? Добрые – это дело, злые – это дело. Павел говорит в Римлянном 4 главе, воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу. А в 5 стихе написано, они делающему, но верующими в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность. Мы не имеем никаких условий, чтобы пойти в Царство Небесное. Ничего не сделали. Я точно грешник. Однако, Бог оправдывает меня. Аминь. И Кремлянам 3 глава, 23 стих. Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, поблагодаря Его и закуплением во Христе Иисусе. Да, мы получили оправдание. Понимаете? Мы ничего не сделали. Иисус Христос искупил нас и через то, что Он умер на кресте, даром получили оправдание. Другими словами, когда мы смотрим на Якова, Яков ничего не сделал. Однако Ревика же, для того, чтобы Яков мог пойти к Отцу и получить благословение, все приготовил вместо Него. А Исав же, наоборот, своими усилиями, своим трудом, да, Он хотел за Своей заслугой получить благословение. В этой истории, когда мы смотрим Библию, мы сможем не заметить сначала. Однако, если мы внимательно будем смотреть, что мы можем увидеть? Сегодня среди нас есть две духовные жизни. Первое. Я исполняю закон, я молюсь, приношу десятину, делаю добрые дела, исполняю заповеди, но это мои дела. То, что принадлежит моим поступкам, это есть мои дела. Исав, он своими делами хотел прийти к Господу Богу, хотел прийти к Отцу. Однако, Яков же, он ничего не сделал. Взял то, что сделала Ревека, и он ничего не сделал, получил благодать. Яков ничего не делал. И приготовила кто? Мама. Правильно? И поскольку Исав был весь косматый, да, а Яков был гладкий, я считаю, что у меня такой характер, как у Якова, поэтому, может, я получил благословение. У меня не растет усы, и можно купить одну бритву и несколько лет пользоваться. Один человек, да, один пастор приехал, и говорит, я хочу побриться. И его, как повели в специальную парикмахерство, да, и говорят, которые есть, у которых сильные, да, длинные брови, и борода, да, их нужны хороший нож, и аккуратно, аккуратно, горячей водой вот так вот полотенце вот так нагревают, потом мылят, и потом, да, нужно побрить, и только тогда будет хорошо. В общем, может, у кого борода хорошая, красиво выглядят, но это требует очень много усилий. А я же, чтобы экономить время, да, представляете, если несколько минут понадобится, чтобы побриться. Поэтому Бог, для того, чтобы я мог хорошо передавать Евангелие, чтобы только Евангелие уделял время, поэтому сделал, чтобы у меня не было бороды. Так я могу, конечно, сказать. Но даже такой человек, как я, тоже может получить благословение. Почему? Потому что не я сделал, а Иисус сделал. Я иду тем, что сделал Иисус для меня. сегодня большинство людей говорят, я должен помолиться, я должен делать добрые дела. Господи, вот, посмотри. А если я что-то сделал неправильно, да? Ой, Господи, прости меня. Однако, это происходит, потому что не знает сердце Господа Бога. Сам человек является греховным, все, что выходит от греховного человека, это грех. Что важно? Знаете, в буддизме есть такое понимание, что, да, перерождение, да, что человек может родиться в следующей жизни птицей, собакой, да, но это в буддизме так. В христианстве в Библии же так не написано. человек, он греховный, скверный, понимаете? Все, что выходит от человека, это зло. Да, я приносил десятину, исполнял субботу, сделал добрые дела, много пожертвовал, но все равно, если так хотят люди попасть в Царство Небесное, но я сделал хорошо, получаю благословение, сделал плохо, получаю проклятие. Неправильно. Это совсем не то, что говорится в Писании, потому что человек уже впал в грех, поэтому, что бы человек не сделал, Бог говорит, я не буду принимать, это грязное. Человек, который согрешил, он даже за свой грех должен попасть в ад, какой грешник может сделать добро Господь Бог, что он точно сделал? Он послал Иисуса Христа, своего сына, и чтобы то, что Иисус совершил этим, мы могли прийти к Господу Богу. Яков, он не может охотиться, не умеет ловить дичь, ничего не умеет. Да, однажды сделал кашу, да, и смог на это купить первородство у брата своими делами, своими усилиями, независимо от этого, он получает благословение, а через то, что мама сделала, другими словами, даже если мы кажемся добрыми, мы не добрые, понимаете, даже если мы кажемся святыми, мы нашими глазами, да, мы же святые, но глаза Господа Бога говорят, что это не святой, потому что Бог говорит, что у человека есть только зло, все, что сделал Исаф, это зло, потому что выходит от человека, а что сделал Яков, Яков пошел с тем, что Ревека сделала вместо него, таким же образом, когда мы идем в Царство Небесное, да, чист, оправданный, мы можем сказать, не потому что мы что-то сделали, не нашим добром мы говорим, что мы добрые, мы приносим праведность Иисуса Христа, тогда праведностью Иисуса Христа мы становимся чистыми, когда приносим мудрость Иисуса Христа, тогда мы становимся мудрыми людьми, когда святость Иисуса Христа мы приносим, мы становимся святыми, и то, что Иисус сделал, мы его принимаем как за свое, да, Яков, да, да, приносит то, что уже растет, да, поймал две козы, принес с мамой, мама раз-раз приготовила, и за час все уже было готово, а Исав же, да, чтобы пойти час, да, чтобы поймать два часа, ловушку сделал, да, два часа, потом, чтобы принести час, потом, чтобы приготовить, да, а если убежит еще жертва, да, еще нужно будет час времени, чтобы поймать, и в поздно вечером возвращается домой, да, и идет получать благословение, в конце концов, Яков получил благословение, тогда Исав приносит свое кушание и говорит, да, да, и благословение, тогда Исак, да, испугался, спрашивает, ты кто? Говорит, я твой брат, сын, да, Исав, что-что? Ведь только что приходил Исак, я уже все съел и благословил его, Исак, он же, как, плохо видел, да, Бог не может различить, что, праведность Иисуса или моя праведность, вот что Бог не может отличить, праведность Иисуса Христа, и когда мы Его праведность приносим, Бог дает благословение, Что говорит Исак? Вот оттука земли будешь обитание твое и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему, да, оттука земли будешь обитание твое и от росы небесной свыше, это проклятие, многие люди говорят, да, Вот, ведь, да, Иаков, да, обманывал Исав был честным, почему же Бог дал проклятие, да, люди не понимают. Однако Бог написал, да, не для того, чтобы показать, что если ты обманываешь, получаешь благословение, если ты, да, честный, трудолюбие, получаешь проклятие, нет. А Бог на что смотрит? Ты приходишь с тем, что человек сделал, да, или то, что Иисус сделал, вот о чем здесь Бог хочет сказать. Поэтому, когда вы, вам не нужно стараться быть добрыми, почему? Потому что вы уже злые, вы уже злые. Все, что я сделал, это зло, поэтому я уничтожаю, и во мне живет Христос. Когда Христос живет во мне, все, что принадлежит Христос, становится моим. И праведностью Христа я иду вперед, святость Христа я беру с собой, а если я стану еще ближе со Христом, тогда мудрость Христа становится моей мудростью. Понимаете, покой Христа станет моим покоем. Не мне нужно что-то предоставлять, не мне нужно что-то создавать. Взяв то, что Христос сделал для меня, я иду вперед. Однако вы, из-за того, что не знаете точно Библию, вы не на это смотрите, а с какой душой вы смотрите? Вот, если я хорошо буду исполнить заповеди, если я хорошо пожертвовал, ой, Господи, спасибо. А потом, если я согрешил, ой, Господи, прости, греховного человека, как я, живут такой жизнью. Однако, почему это неправильно? Иисус Христос, когда умирал на кресте, Он точно очистил весь наш грех. И наказание, которое мы должны были получить, Он уже вместо нас получил. Иисус Христос, Он дал все свое благословение уже нам. Не мне нужно делать доброе, а святость Иисуса Христа, праведность Иисуса Христа. Его уже, Иисус дал нам, правильно? Например, да, если у меня есть, да, 50 тысяч миллионов, 50 миллионов, тогда я же буду богатым, или этого мало? Тогда 80 миллионов, или нужно в триллионы уходить? Однако, когда вы смотрите на себя, может, вы выглядите слабыми? Ну, что я точно хочу вам сказать? Я очень глупый человек. Однако, в 62-м году, тогда, когда я провалил все, что было у меня, когда я понял, что мои мысли неправильны, я принял сердце Иисуса Христа. Тогда покой Иисуса Христа стал моим покоем. Мудрость Иисуса Христа позволила мне понять Писание. Не потому, что я умный или особенный. Люди, слушая мое слово, они удивляются. Многие пастора, да, говорят о том, что мы впервые слышим, чтобы так хорошо изъясняли слово. Но это, возможно, не потому, что я какой-то особенный или лучше, чем другие. Я не прав, поэтому я оставляю мою мудрость. Я оставляю мой опыт. Я оставил то, что у меня было. Святость Иисуса Христа становится моей святостью. Поэтому я ни в чем не сомневаюсь в том, что иду в Царство Небесное. Я свят. Однако мы считаем, что мы слабые. Да, мы слабые, поэтому я оставляю свои мысли, я оставляю свое какое-то представление. Я поменялся с тем, что было у Иисуса. Иисус Христос, Он взял весь мой грех и умер на кресте. И ту славу, которую Он совершил, Он сел в одесенную Господа Бога. То, что мы идем в Царство Небесное, есть одна причина. Сколько я сделал добра, сколько я сделал хорошего, не это важно. Это выходит с точки зрения религии. А когда мы верим в Иисуса Христа, когда мы ведем духовную жизнь, книжникам-фарисеям, Бог говорил, что вы не сможете войти в Царство Небесное. Почему? Потому что только праведностью Иисуса Христа мы можем войти в Царство Небесное. И свою праведность Он дал полностью мне, а также вам Он дал свою праведность. Однако вы этого не знаете и вы хотите поставить свою праведность. Так говорит в Писании. Не зная праведности Господа, хотели поставить свою правду. Это нам говорит, да, Кремлянам 10 глава 30 стих, что хотели поставить собственную праведность. Да, у меня же ничего хорошего нет. Я ничего хорошего не сделал. Однако, куда бы я ни ходил, я говорю, что я правда, что я свят. В Доминиканской республике я передавал слово перед служителями. Я сказал, что я праведник. Многие пасторы, которые участвовали на собрании, они удивились. И потом сказали, у нас есть вопрос, у нас есть вопрос. Я сказал, да, задавайте вопрос. А вы разве не грешили? Разве вы не обманывали? Скажите честно. Вы разве никогда не воровали? Никогда не обманывали? Я сказал, я очень много воровал. Да, что даже сосчитать невозможно. Я много обманывал. Это как вы можете сказать, да, что вы праведник, что вы святый? Я им сказал, точно я не знаю. Я не знаю, но одно я знаю. Бог говорит мне, что Он оправдал меня. Если Бог оправдывает, значит, я оправдан, нет? Скажите. Да, я не все знаю. Но даже если я не знаю. Однако, если судья, Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Сегодня многие люди не верят в это слово. Не верят в то, что Бог говорит, что Он оправдал нас, а говорят, что я грешник. Иисус уже очистил наш грех, но сами стараются, чтобы очиститься от греха. Молятся. Да, всю ночь молятся. Если не знать праведность Господа Бога, и, написано, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Понимаете? Я грязный человек. Я скверный человек. Лукавый, лицемер. Много раз я своровал. Однако, Бог сказал мне, что Он оправдал меня. Значит, я правда, нет? Скажите, я прав? Если Бог говорит, что Он оправдал меня, значит, я правда, нет? Если Он говорит, что оправдал меня, значит, Он оправдал. И я верю в это слово. До сих пор люди считают, что я должен делать праведность, я должен делать добрые дела, я должен не грешить. Но как мы можем не грешить, скажите? В этот раз я был в Гонконге, проводил семинар. Я говорил о вечном искуплении. Тогда один человек спросил, тогда скажите, может, разве греши как попало? И вдруг тихо стало в зале. Знаете, этот человек задает такой вопрос, потому что он не понимает. Мы люди, разве не грешим как попало? Я спросил. В Библии написано, великое разрушение человека на земле, что все мысли, помышления сердца их, были зло во всякое время. Что есть только грех. Потому что в Писании говорит, что он увидел все помышления сердца наших и говорит, зло во всякое время. Мы говорим, у нас есть доброе, у нас есть зло, но Бог говорит, что у нас есть только зло. Я спросил, разве вы не грешите? Да, грешат. А потом спрашивают, а разве можно грешить как попало? Человек, который говорит, можно грешить как попало, это значит, что он может не грешить, если захочет. Но разве это возможно? Задает, даже не понимая, что спрашивают. Я спрашиваю, вы разве не грешите тогда? Ведь все равно согрешили. Все равно ведь согрешили. Грешат так, как появляются у них мысли. Если бы он сделал нас такими людьми, которые могут грешить только так, как хотим, тогда можно было бы попасть в Царство Небесное. Однако, мы ведь грешим. А мы делим. Добрый грех, злой грех. Что за ерунда? Я увидел, когда верят в Слово Иисуса Христа, они же становятся праведными. А там еще была одна женщина, пастор. Она спросила, если Бог знал, что мы совершаем грех, зачем Он нас тогда сотворил? Я сказал, а у вас есть дети? Да, двое. Я спросил, вы ведь если не знали, что они будут грешить, зачем вы родили их? Верно? Так ведь? Все равно ведь надо рожать, правильно нас? Да? И хочет дать нам спасение, чтобы взять нас в Царство Небесное. Люди, да? Они обманываются своей праведностью. Я сделал доброе, я сделал такое хорошее. И когда свое вставляют в спасение, они оставляют праведность Господа Бога. Однако, праведность человеческая, она уповывает на человеческие дела, но не Господа Бога. Поэтому оно не является праведностью, через которую мы можем попасть в Царство Небесное. Истинная праведность это есть только в Иисуса Христа. Все мы согрешили. Мы злые все. Поэтому, когда мы входим в Царство Небесное, если мы возьмем свою праведность, с одной стороны, у нас будет праведность, но с другой стороны, у нас будет куча недостатков. Поэтому нельзя брать свою праведность в Царство Небесное. Только совершенную праведность Иисуса Христа Бог уже нам даровал. И Его совершенную праведность Иисус Христос нам дал. Поэтому, будучи опьяненным своей праведностью, не принимать праведность Иисуса Христа, разве так можно? Если Он дал свою праведность, нам что нужно делать? Нам нужно принимать Его праведность. Например, при свекте купили машину, да, и дали мне ключи. С того момента это становится моя машина. Правильно? Да, я не покупал. Однако, я езжу в этой машине. А не пресс-виктор. То же самое. Благодаря им я езжу на машине. Иисус Христос, Он приготовил самую лучшую праведность и говорит, забирай. Я сказал, аминь, и забрал. И Господь Бог, смотря на эту праведность, говорит, что ты оправдан. Бог оправдывает. кто будет обвинять их, написано, а мы же начинаем себя обвинять. Писание говорит, что мы согрешили и мы не можем очистить себя. Мы грешники. но Иисус Христос умер на кресте, когда Он умирал на кресте, Он забрал наш грех не как попало, а Он не оставил ни капли нашего греха. И через Его жертву, через Его кровь мы получили прощение грехов. И тогда, когда Иисус сказал, совершилось, что Он совершил? Он совершил наше спасение. В Библии написано, родит же сына и наречешь имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Поэтому Слово Иисус Христос, проливая кровь на кресте, умер и очистил наш грех белее снега. Да, мы грешили, мы совершали зло, да, мы не являемся чистыми, однако наш грех был полностью омыть на кресте и Он уже очистил наш грех на кресте, поэтому мы оправданы. Господь Бог оправдал нас. Не нужно туда добавлять вашу праведность, потому что все наше это зло перед Господом Богом. Посредством силы Иисуса Христа не золотом, не серебром, не драгоценностью, которая исчезнет, мы получили прощение грехов. святой Сын Господа Бога, Агнца Божьего, Его кровью мы приобрели вечное искупление. Мы поем этот гимн, а потом перед Богом говорим Господи, я грешник. Бог запутается. Мы кровью Иисуса Христа получили прощение грехов, и когда веруем в это, мы получим оправдание. Не мы делаем добрые дела. Яков принес то, что приготовила Ревека, и тогда Он получил благословение. То же самое мы идем с тем, что Иисус Христос приготовил верою в то, что Иисус сделал. И когда мы идем к Богу, мы получаем благословение. Завнешнего дня у нас будет библейский семинар и евангелизация. Многие люди сегодня своим добром, своими добрыми делами хотят стоять перед Богом и говорят Господи, прости, я грешный человек. Но наше спасение не связано от наших добрых дел, а кровью Иисуса Христа, Его праведностью, мы идем в Царство Небесное. Я верю, что Иисус Христос очистил грех каждого из нас белее снега. Он оправдал вас, поэтому тот, кто верует в это слово, верой смотрит в Царство Небесное. И в Бутии 27 главе рассказывается про Исава и Якова. Исава своими стараниями хотел получить благословение. Яков же ничего не сделал, но получил благословение через то, что сделал мама. То же самое мы, когда идем через спасение, которое Иисус для нас совершил, с дерзновения выйдите, не нужно стесняться. «Господи, и вы молитесь Бога и верите, что Он оправдал вас». «Да, я оправдан». «Как ты оправдан? Ты правда оправдан? А что ты сделал? Я ничего не сделал. Тогда как ты можешь сказать, что ты оправдан? Потому что Бог оправдал меня». «Верно? Я прав? совершилось!» Так сказал пастор сегодня, свидетельствуя. «Да, Бог уже совершил». А что Он совершил? Он совершил наше спасение. Веруйте в это слово и теперь не живите жизнью под греха, а живите с одним сердцем Иисуса Христа. Иисус Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус